Роял Окс Интертеймент В сотрудничестве с Конкорд Нью Харазоинс представляют Производство Армитраж Стивенс Экипажу приготовится погружение. Угол 3 градуса. Глубина 350 футов. Помоги команде. Вперед! Продолжение следует... Подводная лодка «Алабама», «Бермудский треугольник», 10 января 1990 года. Следующий выход через 45 минут, сэр. Подготовьтесь к выходу и снимите показания гидролокатора. Уже снято, сэр. Оборудование в полном порядке, локатор ничего не зафиксировал. Можете идти отдыхать. Хорошо. Спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи. Что это? Время под огнем. В фильме также снимались. Чик Венера в роли Спитца. И Джей Айглон. Композиторы Эрик и Дэвид Верст. Монтаж Брэда Хэдланда и Дэна Холланден. Художник Стив Ральф. Операторы Гэри Грейвер и Марк Аллен Паттон. Диккенс был отправлен в клинику для душевнобольных. Аспатерри ничего не слышно? Он прибыл сюда 20 минут назад. Его допрашивают в соседней комнате. Ладно. Надо с этим разобраться, Ник. Пустите его. Режиссер Скотт Леви. Привет, Сэм Рис. Ник Файлер, мой партнер. Садитесь. Нам нужна информация, которая поможет прояснить ситуацию. Наш разговор будет записываться, и мы хотим, чтобы вы были откровенны с нами. А мы ответим на любые ваши вопросы. Посмотрим. Включаю запись. Сначала представьтесь, а потом мы будем задавать вопросы. Меня зовут Майкл Спатери, командир Народного Движения Сопротивления. Я прибыл из 2077 года. Центр по изучению паранормальных явлений. Что ты здесь делаешь? Твой самолет через 45 минут. Скажи, что я получил доступ ко всем моему видео сессии. Разрешение ты получил, но ничего не увидишь, если я поддашь на самолет. Бегу, бегу. Быстрее. Ладно. Пока. Пока. Центр Вейдер Готта для душевнобольных. Что с вами, люди? Я говорю вам, эта штука была размером с коньяктикут. Она появилась из будущего. Я не собираюсь успокаиваться. Неужели вы не понимаете? Достаточно. Он пережил огромный шок. Но шевины за смерть 110 человек может повредить любому разуму. Военные не могут объяснить, что произошло на этой лодке. Думаю, правительство вряд ли желает, чтобы история Диккенса стала достоянием гласности. Вы будете у нас желанным гостем, доктор Маккарти. Да. Наш следующий выход через 45 минут, сэр. Подготовьтесь к выходу и снимите показания гидролокатора. Уже снято, сэр. Оборудование в полном порядке, локатор ничего не зафиксировал. Можете идти отдыхать. Хорошо. Спокойной ночи, сэр. Что это? Капитан взял командование на себя. Переключи двигатели на аварийный режим. Что показывает локатор? Не знаю, сэр, у нас ничего нет. Система вышла из строя. Сэр, аварийный режим не работает. Капитан, питание в норме. Все двигатели снова работают. Мне нужен отчет об ущербе. Я, сэр. Командир Диккенс. Боже. Что это? Думаю, это подводная лодка. Она огромных размеров. Установите, это лодка противника? Аллен. Аллен. Вставайте, к вам посетитель. Если понадобится помощь, санитар рядом. Вы из ВМС? Нет. Я из частной организации, которая изучает паранормальные явления. Я думал, вы забыли обо мне. Нет, нет. Мы даже собираемся организовать экспедицию, чтобы проследить путь исчезновения Алабамы. Мы хотим знать, что произошло. Вы зря теряете время. Правительство, и особенно военные, не хотят знать того, чего они не понимают. Мистер Диккенс, я знаю и согласен с вами. На сто процентов. Поэтому и приехал к вам. Я хочу, чтобы вы поехали с нами. Я хочу вывести вас отсюда. Надеюсь, вы заметили, док, что я здесь не по собственной воле. Если я смогу вас вытащить отсюда, вы поможете нам. Боюсь, у вас мало времени на раздумья. Экспедиция начинается менее чем через месяц. Что скажете? Лан, судя по отчету, который я прочитал, он сумасшедший. Забудь о военных отчетах. Никто не может объяснить, что произошло с этой лодкой. К тому же у Диккенса безупречный послужной список. Ну и что? Я думаю, он говорит правду. И поэтому правительство решило все это заметить. А почему бы и нет? Если эти вещи всплывут, то наступит хаос. Если бы ты не работал в государственном департаменте, ты бы сделал то же самое, что и я. Браток, речь идет о перемещении во времени. Неужели ты собираешься закрыть на это глаза? Да. Тина, документы и EPA еще не пришли? EPA? Нет, но вам пришли сообщения. Хорошо, продолжай их принимать. От нее столько же пользы, сколько от стеклянного глаза в замочной скважине. Ланс, я все понимаю, но нельзя забывать об опасностях. Зачем тебе рисковать все операции, приглашая такого неуравновешенного, потому что он был там, почувствовал на собственной шкуре? Перед нами маячит реальная возможность сделать открытие, которое перевернет все основы нашего существования. Я не могу щелкнуть пальцами, и человек отпустит. Нет, нет, я и не прошу тебя об этом. Но ты знаешь людей, которые могут его спасти. Если поднимется шум, мое имя не должно упомянуться, понял? Потому что у меня, в отличие от тебя, есть планы на будущее. Если Диккенс подведет нас хотя бы раз, он вернется в клинику навсегда. Согласен. Когда вы прибыли в наше время? Около трех месяцев назад. И ввиду параллельных измерений доктор Маккарти говорит, что вас не существует? Технически нет. Тогда почему вы сидите здесь? Я понимаю, это звучит глупо. Пространственно-временной континьюм, свернутые измерения и все остальное. Я мало об этом знаю, вам лучше спросить обо всем у него. Мы поговорим с доктором Маккарти позже, но вы должны рассказать нам все, что знаете. Это поможет подтвердить показания Маккарти. Я могу его увидеть? Нет. Доктора Маккарти сейчас нет, но у вас будет возможность поговорить с ним немного позже. Вы думаете, что это шутка? Думаете, я все это придумал? Мистер Споттери, мы верим вам, это наша работа. Но мы должны узнать правду. Помните, мы все из одной команды. Я не знал, что существует другая команда. Алан Диккенс. Что вы о нем знаете? Командир Диккенс особенный пациент. Его нельзя просто так отпустить? Да, конечно, это риск. Но я вас не прошу, я вам приказываю. Боюсь, так не получится. Будьте готовы ко всяким неожиданностям. Удивите. Будьте готовы. КОНЕЦ Спокойно, мы здесь для того, чтобы освободить вас. Что за черт? Объяви тревогу! Тревогу! Они здесь. Бежим отсюда. Попробуй подойти. Убери. Неплохо для старого вояки. Он мне никогда не нравился. Используя информацию ВМС, мы определили последние координаты Алабамы перед исчезновением и первые позывные после появления и установили район, где, по нашему мнению, существует портал времени. Включите свет. Район небольшой, около 20 миль, но его глубина 2800 футов. Вы не помните, на какой глубине находилась лодка, когда все это произошло? Я знаю, это тяжело. Простите, я все-таки не могу понять, почему правительство вдруг заинтересовалось нахождением этого портала. Правительство не имеет никакого отношения к этой экспедиции. Мне трудно поверить, что эти джентльмены ученые. Они обладают только совещательным статусом. Я им не доверяю. Я не хочу, чтобы они были в моей команде. Послушайте, решать будете не вы. Я потратил пять лет своей жизни, чтобы осуществить этот проект. И здесь я принимаю решение. Хорошо, хорошо. В чем дело? Учти, с этим парнем будут сплошные проблемы. Не волнуйся, дай парню шанс. Он же сумасшедший. Все выспрашивал, кто, что и зачем. Говорил, что это ловушка. У него паранойя. Я бы тоже так себя вел, если бы меня держали в заперти шесть лет. Ладно, док, решать тебе. Мы просто попутчики. Но предупреждаю, будь осторожен. Хорошо, я буду с ним осторожен. Но мне нужна ваша помощь. Ланс для меня как брат. Он спас меня от рутины Беркли и пригрел под своим крылышком. Мне очень повезло. Скорее, повезло ему. А вы чем занимались до армии? Я был женат, но детей не было. Мне не разрешили встретиться с моей женой после аварии. Уверен, она думает, что я мертв. Простите, я не хотела вторгаться. Все в порядке. Сэр, аварийное питание не функционирует. Что, это лодка противника? Не знаю, сэр. Думаю, вам надо посмотреть самому. Выйдите на международную чистоту и постарайтесь с кем-нибудь связаться. Есть, сэр? Лодка под нами, сэр. Она раза в три больше нас. Они нас заметили. Трудно сказать, сэр. Капитан, я связался с ними на американцы. Подводная лодка Дакота. Но Дакота не существует. Сэр, они разворачиваются на 45 градусов. Поворачивают дуло торпедных каналов. Майрон сообщил, что мы из одной команды. Укол движения 225 градусов. Сколько осталось до выстрела? 20 секунд. Майрон, прием. Сообщи немедленно. Что происходит? Я не говорю, что Алабама не существует. Считаю, что это ловушки. Торпеда в воде. Расстояние 1200 ярдов. Привет. Дак. Изучаю технические характеристики подлодки. Должен сказать, команда показалась мне достаточно профессиональной. Мы долго выбирали подходящих людей. Даже реконструировали лодку под наши запросы. Верю вам на слово. Надеюсь, вы не будете против. Я навела справки и... Обнаружила это. Она больше не выходила замуж и живет одна. Как вы это нашли? Я исследователь. Моя работа – находить. Если хотите, я могу организовать встречу. Нет. Прошло много времени. Она... Я бы на вашем месте встретилась с ней. Моя работа – это с ней. Алан? Привет, Джинни. В 92-м он получил серебряную звезду за храбрость. Он был самым молодым командиром, командующим ядерной и подводной лодкой. Что там написано про его жену? В девичестве Джинни Андерсон вышла замуж в 87-м, закончила университет Джеймса Мэдисона в 81-м. Родители живут в Норфолке, детей нет. Работает в магазине. Она не знала, что он жив? Я боялся, что ты не захочешь меня видеть. Не говори глупостей. Шесть лет – долгое время. Представляю, что они тебе сказали. Они ничего не сказали. Это было самое страшное. Я не знала, мёртв ты или жив, ранен, или тебя держат в заложниках. Они ничего мне не сказали. Я мечтала об этой минуте, с того самого дня, как ты ушёл. Но время делает жестокие вещи. Он никуда не уйдёт. Поехали отсюда. У нас есть приказ. Откуда ему знать? Пока капают деньги, он босс, и мы выполняем его приказы. К дерьмо. Прошу тебя, мне нужна твоя помощь. Пожалуй, мне пора. Прошу тебя, не уходи. Останься. Прошу тебя, не уходи. Прошу тебя, не уходи. Я должен узнать правду и доказать, что я не сумасшедший. Я люблю тебя. Доброе утро. У вас есть полчаса. Спасибо за то, что вы сделали. Я не понимаю, о чём вы говорите. Всё равно спасибо. Спасибо. Вы знаете, что это не военный корабль, но он будет управляться по тем же правилам. С этого момента за операцию отвечает командир Диккенс. Всем занять свои места, приготовиться к вооружению. Что это, если не военная операция? Откуда они его взяли? С настоящей лодки? Да. Я пошутил. Пятый день. Бермудские острова. Думаю, мы прошли это место, сэр. Перерыв. Ничего не случилось. Может, опуститься ещё на 350 футов? Опускайте сколько угодно, всё равно ничего не найдёте. Маржоли, Брэнтис, идите отдохните. Ладно, ребята. Перемена курса. Курс 180 градусов на юго-запад. Глубина 350 футов. Курс 180 градусов на юго-запад. Глубина 350 футов. Я знаю, он где-то в Бермудском треугольнике. В своём движении вы изучали путешествие во времени? Мы просто пытались остаться в живых, и больше ничего. А команда Маккарти? Они наверняка знают больше, чем я. Значит, у них есть формулы и точные координаты. Я что, похож на предсказателя? Я же сказал, не знаю. Послушайте, мы не хотим портить вам жизнь. До тех пор, пока правительство заинтересовано в этом-то безопасности. Но, с другой стороны, у тебя нет ни документов, твоё знание о будущих технологиях ограничено. Какая нам от тебя польза? Я не отказываюсь от сотрудничества, я просто хочу получить что-то взамен. Ник, расслабься. Я хочу получить ответы на свои вопросы. Пойми, это не игра. Ты спросил, кто мы такие, и мы ответили, мы из ФБР. Ты спросил нас о докторе Маккарти, и мы гарантировали тебе, что ты поговоришь с ним позже. Ты должен доверять нам. Хорошо? Заканчивайте, пора возвращаться домой. Заканчивайте, пора возвращаться домой. Торпеды в канал 1 и 2 по моей команде. Торпеды 500 ярдов, удар через 30 секунд. Курс 225 градусов, двигатели на пределе. По моей команде перемена курса 180 градусов. 250 ярдов, удар через 15 секунд. Давай. Курс 180 градусов. Выброс контрторпед. 5, 4, 3, 2, 1, пуск. Контрторпеды пошли. Приготовиться к волне. Контрторпеды, удар через 5, 4, 3, 2, 1. Вы учли погоду, печенье? Мы собрали всю информацию. Координаты правильные. Координаты неверные. Я знаю. Боюсь, мы совершаем ошибку. Не говорите так. Вы должны вселять в команду надежду. Это здесь. Сэр, отключилась энергия. Я не могу держать ее на плаву. Глубина. 728. Мы остановимся на двух тысячах футов. Так было и в прошлый раз? Да, но гораздо быстрее. Что происходит? Одна тысяча футов. Мы тонем. Почему? Удар, наверное, распыл бластные люки. Они заполняются водой. Что делать? Проверь, принимайте локатор сигнал. Оус, включи аварийное питание. Надо пустошить баки. Глубина. 1200. Диккенс, я в аварийной панели. Что делать? Видишь перед собой три рычага? Да. Мы прошли 1800. Поставь их в позицию. Включено. Я дернул за все три. Ничего не произошло. Ударь их посильнее. Вы серьезно? Делай это. Электропитание снова в норме. Черт. Шмидт, открой баки. Подними уровень. Есть, сэр. Мы взблываем. Кол, есть что-нибудь на локаторе? Нет, все чисто. Хотя, постойте. Похоже, Земля. Земля? Ты уверен? Да, сэр. Подъем на высоту перископа. Судя по внешним атмосферным сенсорам, воздух пригоден для дыхания. Сомневаюсь, что это Канзес. Содержание хлорида и углерода в воздухе немного выше, чем в нашей атмосфере. Но уровень кислорода практически тот же. Температура? Здесь жарко. 120 по фаренгейту. Черт, я забыл солнцезащитные очки. Что это? Господи боже. У нас появилась компания. Я пошел с оружием. Шмидт. Шмидт. Огонь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Прекратите стрелять. Мы окружены. Умный человек. Черт возьми, сегодня у меня счастливый день. Проводите их на борт. Проводите пленника в камеру. Ты придешь со мной. Мы поймали одного из твоих. Он пытался шпионить за нами. Проводите пленника в камеру. Где ты нашел эту лодку? Кто вы? А ты кто? Меня зовут Спитц. Что вы делаете с Диккенсом, и почему я вас не знаю? Откуда ты его знаешь? Мы с Диккенсом возглавляем сопротивление последние 10 лет. Диккенс, постой. Какой это год? Что значит «какой год»? 2077-й. Невероятно. У нас получилось. Что получилось? Кто эти люди? Это солдаты председателя Брэдека. Что происходит? Председателя Брэдека? Боже. Заткнись, урод. Простите, могу я с вами поговорить? Сиди и держи свой рот на замке. Мы не военные, мы научные экспедиции. Или мне самому тебя заткнуть? Это неприятно, поверь мне. Как тебя зовут, дорогая? Нам придется провести много времени вместе. Мы должны знать, как друг друга зовут. Отойди от меня. Отпусти ее. Простите, я сказал, отпусти ее. Я отбил об него руку. Прекратил. Сейчас мы пойдем ко мне в каюту и познакомимся поближе. И тогда посмотрим, что ты из себя представляешь. Кто Маккарти? Это я. Он напал на одного из моих людей. Его нужно уничтожить. Пошли со мной. Будь осторожен. Брэдеку они нужны живыми. Мы возвращаемся на базу? Он так сказал. Брэдеку они нужны. Мы изучали электромагнитные колебания в Бермудском треугольнике. Мы обнаружили нечто вроде дыры в море и оказались здесь. Я не знаю, как. Вы знаете, сколько стоит голова этого человека? Вы не поняли. Мы говорим о двух совершенно разных мирах. Он может выглядеть как человек, которого вы знаете. Хватит. Решать будет председатель Брэдек. Отведите его к остальным. Скажите своим людям, чтобы они вели себя полегче. Этот тип чуть не убил меня и практически изнасиловал мою ассистентку. Вы пытались сбежать. В следующий раз будете знать лучше. Как вас зовут? Я Кода. Мистер Кода. Ваши подчиненные оскорбляют моих людей. Прикажите им остановиться. Если кто-нибудь дотронется до девушки, я его убью. Не забывайте, кто вы такой. Вы пленник. Мне все равно. Пустин оставит ее в покое. Или он труп. Уведите этого человека. Немедленно. Как он? Пуля попала в артерию. Этому человеку нужен медицинский уход. Он мертв. Избавьтесь от него. Он еще жив. Отойдите. Сукин сын. Что вы теперь думаете о нашем медицинском обслуживании? Если Диккенс не убьет тебя, убью я. Ты уже думаешь о месте? Я возьму леди в заложницы. Нет. Убери свои руки. Не прикасайся к ней. Спокойной ночи, малыши. Я провел здесь много времени. Один. Ни одной женщины рядом. Надеюсь, у тебя хватит фантазий. Хватит умничать. Красивая, но умная. Даже слишком умная. Да. Раздевайся. Надеюсь, нам обоим понравится. Я люблю жестокость. Я очень люблю жестокость. Мы прибываем через пять минут. Всем приготовиться. Где Пирс? Он забрал Маржери и убил Шмидта. Вас предупреждали. Найдите Пирса. Сообщите, пусть немедленно прибудет ко мне. Идите. Вы хотели меня видеть? Я приказал вам охранять пленников. Где вы были? Мне пришлось вернуться в каюту, сэр, чтобы заняться неотложными делами. Делами. Здесь я говорю, чем вам заниматься, а чем нет. Я ясно выражаюсь. Да, сэр. Вы поняли? Да, сэр. Запомните. Если вы еще раз ослушаетесь моего приказа, это не шутка. Я вас убью. Да, сэр. А теперь возвращайтесь к пленному. Один из них умер. Избавьтесь от трупа. Где она? Всем встать, мы приехали. Где она? Уберите его. Быстро. Тогда я впервые встретился с Лансом и всеми остальными, и вы решили, что не прибыли из прошлого. Поначалу нет, но мне сразу показалось, что это не так, когда я увидел Алана Диккенса. Всталят урались sanitaiä、 vious hats by Cheryl Hill. Сейчас было выполнениеquier, а ты wheels compился. Где она? По ко throughları нанесом без занятий. Это все должно быть обычным geo a tree трупом, наконец, не蛮 оlevel Ngoc. А если быть измен Denis? Ваших людей не трогать пленных. Вы зря полагаете, что ваше слово здесь что-нибудь стоит. Замолчите. Если бы вы были кем-то другим, я бы убил вас на месте. Я вас предупреждал. Хорошо. Все молчать. Выведите их с лодки. Давайте. Пошевеливайтесь. Быстрее, выходите отсюда. Шевелитесь. Брось оружие, или он мертв. Я сказал, брось оружие. Я не шучу. Стреляйте в него. Стреляйте, идиоты. Бежим. Включите сигнализацию. Закройте все выходы. Они не должны уйти. Ты не он, верно? Следуйте за мной. Сюда. Что это за вонь? После войны атмосфера ухудшилась. Солнце с каждым днем греется сильнее, и токсические отходы под его воздействием начинают вонять. А где охрана? Обычно наверху всегда грязно, поэтому все расположено под землей. Но не волнуйтесь, мы находимся в центре территории Брэдека. Сэр, несколько пленников бежали, когда мы прибыли в док. Вы упустили Диккенс? Да. Но у меня есть ощущение, что мы принимаем его не за того, кого следует. Ученые, прибывшие вместе с Диккенсом, утверждают, что они прибыли из 97-го года. Это возможно, но... Приведите его. Есть, сэр. Это район залива. Последний форпост свободной территории. Мы располагаемся под нефтьочистительным заводом. Пошли. А мой экипаж? Мы сейчас не сможем их освободить. Но не волнуйтесь, Джон что-нибудь придумает. Кто такой Джон? Скоро узнаете. Пошли. Мало что можно сделать, когда нет горючего. Вы сказали, что это находится под заводом. Я же не сказал, что это работающий завод. Да, но я вижу горячий вышкар. Это иллюзия, чтобы Брэдок не совался сюда. Пока он считает, что топливо есть, он не осмелится нас уничтожить. Я потрясен. Мы не достигли таких успехов в перемещении во времени. Я тоже не достиг. Зачем вы предприняли такое рискованное путешествие, если не знаете, как вернуться? Надежда. Стремление. Шанс сделать отрытие, которое может улучшить качество жизни. Ты всегда был идеалистом. Какая наивность. Простите, но я не считаю это наивным. Я не знаю, что вы собираетесь с нами делать. Ты не думаешь, а мечтаешь. А я думаю. И мои открытия привели к великим переменам в истории. История доказала, что только сильный человек может использовать знания во всей его полноте. Совершить изменения способен только сильнейший. Спитц, почему мы поднимаемся, если всё под землёй? Скоро узнаете. Идите. Бросайте оружие. Сюрприз. Муляж? Да. Сэр, мы изучили досье Аллена Диккенса. Все записи обрываются после его побега из клиники в 97-м году. Он был женат, но детей не было. Это не имеет значения кода. В отличие от нашего друга, я верю только в просчитанный риск. Найдите его и убейте. Есть, сэр. Вы не понимаете, что делаете? Позвольте, я объясню. Уведите его отсюда. Вы не можете, вы не понимаете, что делаете. Вы ничего не понимаете. Отдохни, тебе понадобятся силы. Ты в порядке? Разве по мне это скажешь? Не волнуйся. Мы отсюда как-нибудь выберемся. Отсюда невозможно выбраться. Мы с тобой для них... Как приманка. Если бы ты думал головой, а не пистолетом, мы бы не оказались в подобной ситуации. Во всем виноват только Диккенс, а не я. Он не бросит нас в беде. Вспомни его последнее плавание. 110 человек погибло, и только он один остался в живых. Нет, Док, он специально сократил количество членов экипажа, чтобы облегчить себе задачу. Я думаю, тебе лучше заткнуться и молиться, чтобы он быстрее вернулся и спас нас. Сюда. Почему они отдают ему честь? Они принимают его за другого. Генерал, думаю, вы должны познакомиться с этим человеком. Что здесь происходит? На самом деле, мне стоило задать этот вопрос. Устранение новоявленного мистера Диккенса решит все проблемы. Наблюдение сообщает, что Диккенс прошел к повстанцам. Отлично. Подготовьте группу захвата. Подпортим им семейное воссоединение. В 2015 году Чарльз Брэддок стал вице-президентом при президенте США Питре Джексоне. Через три недели после выборов Джексон был убит, и его место занял Брэддок. Убийца был пойман, но при загадочных обстоятельствах сбежал. Практически сразу после этого США вступили в войну с Ираком из-за территориальных споров. Ввиду последних событий на Ближнем Востоке, США берут на себя ответственность разрешить ситуацию. Он постановил, что США вели себя неадекватно и приказал немедленно остановить стрельбу. Я отвечаю своим противникам, вы не понимаете ситуации. Брэддок проигнорировал санкции ООН и запустил две ядерные ракеты по Багдаду. Тогда Ирак запустил три ядерных боеголовки по Вашингтону, Нью-Йорку и Чикаго. Мешательство ООН было слишком поздним, и мир погрузился в атомный холокост. Когда пыль улеглась, Брэддок при помощи армии взял власть в свои руки. Но он не предусмотрел одного. Он не предусмотрел Алана Диккенса-младшего, который не только раскрыл его причастность к убийству Джексона, но и установил его связь с иракскими лидерами. Зачем они это сделали? Все это было подстроено для того, чтобы устранить руководство военных и взять под контроль источники энергии. Мой отец был лидером движения сопротивления под названием Дэнс. Когда мне был 21 год, его поймали и казнили за измену. Управление движением перешло ко мне. Ваше присутствие здесь очень опасно. Если вы не вернетесь, я перестану существовать. Брэддок это тоже понимает. Поэтому вы должны его остановить. Тогда приступаем немедленно. Я проведу вас к вашей подводной лодке. А как же остальные? Мне жаль, но попытка спасти их равносильна самоубийству. Маккарти и остальные члены экипажа. Я никуда не уеду без них. Теперь я вижу, откуда у моего отца это упрямство. Хорошо. А это что такое? Мы думаем, что это лаборатория, где Брэддок создает киборгов, но не уверены до конца. Киборги? Брэддок пытался создать искусственных воинов. Некоторые говорят, что у него уже есть технологии. Мы должны попытаться убрать Брэддока. Подарок Рождествен. Не распыляйте спиц. Наша главная задача — спасти заложников и вернуть их на лодку как можно скорее. Брэддок наверняка установил за нами наблюдение, поэтому мы поедем через отстойную зону. Какую отстойную зону? Это, конечно, не Диснейленд, но, по крайней мере, за нами не будут следить. Почему? Это район радиоактивных отходов и уродов-мутанцев. Залезайте в машину. Мы прочесали их логово. Никаких следов Диккенса. Удвойте количество людей. Тогда мы подставим под удар себя. Не напомню тебе, что поставлено на карту. Если Диккенс вернется в 97-й год, он сможет изменить будущее. Да, сэр. Сделай, что я говорю. Хватай их сейчас, пока они слабы. Хорошо. Сколько человек было в вашем движении? Приблизительно 10 тысяч по всей стране. 10 тысяч? Не похоже на общенациональное движение. Не все знали правду. Когда вы контролируете 98% источников энергии, то можете формировать общественное мнение. Если Бреддек был таким могущественным, как вы освободили Ланса и Колбер. После того, как покинули базу Демаса, мы направились на территорию Бреддека. Там мы проникли в канализационную систему. Я думаю, они держат их в этом секторе. Возьми Холкса, а мы устроим небольшую диверсию. Встретимся в доке. Вот они. Кто вы? Я пришел, чтобы спасти вас. Отойдите. Сэр, сигнал в блоке 6. Камера пленников. Это какая-то ошибка. Электронные службы проверят сигнализацию. Иди, посмотри. Мне это не нравится. Они здесь. Это невозможно. Они здесь. Я знаю. Они попытаются освободить заложников. Мы отослали почти все наши силы. Мы не готовы. Пошлите всех, кто остался. Они не должны убежать. Я сам займусь этим. После войны Брэдок направился на научные исследования по двум направлениям. Совершенствование военной техники и поддержание его жизни. Как они могли сохранить жизнь Брэдоку в течение 120 лет? Это связано с криогеникой. Но самое страшное, чего могли добиться ученые Брэдок, это клонирование. Клонирование не такая уж передовая технология. Они сделали ее практически мгновенной. Представьте себе компьютер, который способен создать армию киборгов в течение пары часов, каждый из которых воспроизводит сам себя. Постойте. Они механические или биологические? Комбинации и того и другого. Исследования еще не были завершены, но мы не могли ждать. Поэтому мы должны были устранить прятки. Это здесь. Один последний штрих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли. Найдите их во что бы то ни стало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вперед! Куда теперь? Нужно спуститься на нижнюю... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикрой меня. Нужно проникнуть в эту дверь. У нас мало времени. Мы не уйдем отсюда, пока не покончим с этим. Прикрой! Хорошо, пошел, пошел! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брось оружие. Я буду стрелять. Кто вы такие? Что вам нужно? Брось оружие. Расслабься, дружище. Ближе не подходи. Не подходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где Чип? Я не понимаю, о чем вы говорите. Ох! Сука! Сукин сын. Хокс! Выйди и посмотри, как там дела. Стреляй в него, и дело с концом. У меня нет времени на игры. Хорошо, хорошо. Я знаю, где он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашли что-нибудь? Здесь нет выхода. Вы не умеете с ним обращаться. Ты достал его? Вот он. Пошли отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы почти на свободе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Диккенс. Пошли. Следуйте за Диккенсом. Я прикрою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Джан, Джан, мы должны вернуться к нему. Мы должны вернуться на лодку. Мы не можем его оставить. Ему конец, Аллан. Но если мы вернемся, то можем все изменить. Алан, ты сделал все возможное, что мы вернемся на лодку. Пошли. Да, сэр. Мы упустили заложники, включая Аллана Диккенса, а также пленниками, а также пленниками, а также пленниками. А другой мистер Диккенс? Он в наших руках. Отнесите его в лабораторию. Это наш последний шанс. Не подведите меня, мистер Кода. Да, сэр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Постарайтесь избавиться от хвоста. Какое оружие здесь есть? Посмотрите в ящиках. Мы сегодня можем проехать сквозь автобус. Нет времени для отъезда. Держитесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они не должны уйти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бежим, бежим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лодку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люк открыт. Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запускай двигатели. Я пошел за остальными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросайте оружие! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джон! Джон! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты жив, Джон? Я еще не закончил эту войну. Ребята, у нас мало времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте быстрее. Что с лодкой? Джон! Ты жив? Все по местам. Мы отправляемся через минуту. Джон, ты знаком с локатором? На корабле, но не на лодке. Все равно попробуй. Мажорик за штурвал. Спит с моторное отделение. Придется хорошенько выработать. Есть, сэр. Мы двигаемся медленно, но все-таки двигаемся. Приготовиться к отключию. Немедленно! Полный вперед. Они не должны от нас уйти. Хоукс, курс 165 градусов. 165 градусов. Джон, ты разобрался? Оборудование устарело, но думаю, что я смогу справиться. Похоже, нас преследуют. Вот они. Ты мог же установить их скорость? Они в трех милях от нас, сэр. Но наша скорость в два раза выше. Заряди торпедные каналы, стреляй по моей команде. Сэр, мы слишком далеко. Делай, что я сказал. Они приближаются. Они смогут стрелять через две минуты. Далеко еще до портала? Мажорик, на какой глубине мы прошли через портал? 350 футов. Нам понадобится еще 10 минут. У нас нет 10 минут. Спитц. Слушай, надо увеличить скорость. Ты моешь что-нибудь сделать? Мы слишком тяжелые. Мы увеличим скорость, если сбросим вес. Приготовьтесь стрелять по моей команде. Огонь. В воде торпеды расстояние 2500 ярдов. Повторяю, две торпеды. Нет, четыре торпеды приближаются к нам расстояние 1700 ярдов. Перезарядить каналы. Перезарядить каналы. Есть, сэр. Выпустить торпеды по моей команде. Выходим на глубину 500 футов. Расстояние 1500 ярдов. Изменение курса 45 градусов по моей команде. Зарядить торпеды. Давай. Торпеды заряжены. Расстояние 1000 ярдов, сэр. Угроза по правому борту. Новый курс 0,45 градусов. Они взорвались примерно в 400 ярдах. Сэр, мы слишком далеко. Торпеды разорвались раньше времени. Еще раз огонь. Сэр, они загружаются. Мне на это наплевать. Я сказал, стреляйте еще раз. Когда мы сможем стрелять? Через 20 секунд. Они в 3000 ярдов, и расстояние сокращается. Что вы делаете? Спокойный дом. Какое расстояние, Джон? 2700. Приготовиться к выстрелу из четырех каналов. Заела систему оружия. Включи аварийный блок. 2500, и они открывают каналы. Электрика вырубилась. Перехожу на ручное управление. Лан, займите ее место. Полный разворот. Готовятся к стрельбе. Сэр, они разворачиваются до стрельбы. Они открывают каналы. Сейчас они узнают, на что нарывается. Огонь по каналам 1,2. Пли. Торпеды вводим. У нас только один выстрел, Ланс. Взрывай, когда я тебе скажу, Джон, какое у нас расстояние. Приходящее 1000 ярдов, исходящее 500. Исходящее 700, приходящее 800. Взорвать торпеды 1 и 2. Давай. Торпеды 1 и 2 взорваны. Нет. Есть. Ну что, теперь домой? Думаю, мы достаточно насмотрелись. Молодец, Джон. Отвага и смелость в ваши семейные качества. Не с места. Спит, что ты делаешь? Это не Джон. Что значит, я не Джон? Брось оружие. Это киборг, я сказал, брось оружие. Поверьте, это киборг. Он предал нас. Зачем ему нас предавать? Если он убьет нас, то сыграет на руку Брэдаку. Почему ты мне не веришь? Я же твоя кровь. Он киборг. Последняя линия обороны. Как вы узнали? Его рука. Значит, Джон мертв. Аллан. Надежда еще жива. Если мы вернемся в 97-й год, то сможем изменить все, что произошло. Курс 445 градусов. Мы возвращаемся домой. Спитс. Ты с нами? До самого конца. Мы почти на месте. Держите скорость и глубину. Приготовиться к проходу. Проход. 5, 4, 3, 2, 1. Прошли. Нужно ударить внезапно. Это должно оказаться для Брэдака сюрпризом. Не ошибаетесь. У Брэдака есть доступ ко всей агентурной сети. Не сомневаюсь, он знает, что мы вернулись. Какое это имеет значение? Если я не отчитаюсь перед ним, у него возникнут подозрения. Он прав. Хорошо. Скажи ему, что мы не нашли портал и потеряли Коула во время пожара в моторном отсеке. А что затем? Затем тебе надо носить отсюда ноги. Мистер Хоукс, надеюсь, наша встреча стоит того, чтобы я прервал свой рабочий день. Не знаю. Я не вижу денег. Перестаньте болтать, Хоукс, и покажите, что у вас есть. Что это? Ключку совершенственной системе клонирования 2077 года. Кажется, ваши ученые уже ведут подобные разработки. С помощью этой штуки они смогут намного приблизить будущее. Я вас недооценивал. Это может оказаться роковой ошибкой. Я хочу поговорить с ним. Не думаю, что это хорошая мысль. Подождите, с ним нельзя разговаривать. Подумайте. Брэддек может не знать, что с ним произойдет в будущем. Если то, что вы говорите, правда, а я узнаю это завтра утром, вы получите деньги днем. В 4 часа. Хорошо. Скажите, Хоукс, вы знаете, что готовит на будущее? Несколько сюрпризов. Не желаете рассказать подробнее? Док, даже если он об этом не знает, угроза все равно существует. С меня хватит смертей, я просто хочу поговорить с ним. Может, мне удастся его убедить. Хорошо, даю тебе сутки. После этого вступаю я. В 2077 году внук Диккенса будет вашим противником. Он хорошо понимает, что если бы вас устранили в 1997, ему не о чем было бы волноваться. У меня есть план. Но он потребует денег. Что вы предлагаете? Я могу заставить его исчезнуть. Что случилось? Ничего. Я просто отвыкла от тебя. Я провела 6 лет без тебя. И боюсь, что ты снова исчезнешь. Я никуда не исчезну. Я должна тебе кое-что рассказать. Я не хочу тебе лгать. У меня всегда были определенные представления о том, как должно выглядеть будущее. Но я не мог себе представить ничего подобного. Теперь ты понимаешь, насколько это серьезно? Конечно. Пришло время мне измениться. Как я могу тебе доверять? Ланс, я даю тебе слово. Что ж. Спасибо. Теперь, когда я все знаю, у меня есть силы, чтобы измениться. Теперь, когда я все знаю, у меня есть силы, чтобы измениться. Силы, чтобы измениться. Перемены доступны только сильнейшим. Ланс, ты всегда был идеалистом. Какая наивность. Вы не можете этого сделать. Убейте его. Убейте его. ДИККИНС 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 Не кажется ли вам, что убийство человека без веских на то основание, это уж слишком? По сравнению с ядерным холокостом, я не считаю твою смерть слишком. Знаешь, как это называется? Самозащита. Я просто убью тебя. Потому что ты уже убил меня. ДИККИНС Надень. Нет, я хочу, чтобы он увидел мое лицо. ДИККИНС Черт. Возьми трубку. ДИККИНС 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 Аллен, ты в опасности. Что-то произошло с Брэдоком. ДИККИНС 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 Одевайся. Что случилось? Объясню почту. Надо убираться отсюда. ДИККИНС Я ее от тебя. Простите, капитан, вы такая прекрасная пара, или лучше сказать, семья. Ничего личного, только бизнес. Пошел, черт. Нет. КОНЕЦ Если бы я не сдержался с Брэдоком, ничего бы этого не произошло. Ты не виноват. КОНЕЦ Джон Диккенс был великим человеком. Да. Без него нет будущего. Ведь его даже не существовало. О чем ты говоришь? Я говорю о детях. О его бабушке. Она умерла, и ничто не сможет ее вернуть. Док, его бабушка вон там. Мажори? Я думал, ты знала. Я понятия не знала. Мы пытались предупредить Алана, что Хоукс предал нас, но было поздно. Значит, вы видели, как Хоукс убил жену Алана. Она была мертва. Да? Мы прибыли чуть позже. Несколько дней спустя я был на похоронах, и с тех пор я его больше не видел. Очень странно, потому что доктор Маккарти сказал, что вы встречались с ним. Постойте, вы рассказали, что еще не говорили с Лансом. Думаете, он знает? Откуда ему знать? Он говорит правду. Номер два. Достаточно. Я хочу знать, жив Аллан Диккенс или нет. Я хочу видеть Ланса. Это невозможно. Сейчас же Аллан Диккенс жив. Какое это имеет значение? Я мог никогда не существовать. Джон Диккенс мог никогда не существовать. Это не важно. Ничто не имеет значения, потому что Брэдок мертв. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ